приветствую вас на своем канале сам себе бензомастер ремонте пила angel iron angel его леруа мерлена в принципе из недорогих нормальная неплохая пила достаточно неплохого качества вот не знаю на что жаловались но будем сейчас с вами делать ее проверку и ремонт но сначала я откручу шину цепи чтоб она мне не мешала вот и проверим сделаем диагностику зажигание дальше проверим поршневую снял я также воздушный фильтр откручиваю свечу сейчас попробую как она себя ведет но зажигание сейчас я проверить не могу надо отремонтировать стартер так значит что я делаю но откручиваю понятно стартер будем смотреть что за проблема с ним может быть здесь проблема только в стартере сейчас посмотрю как бы если проблема только в стартере то делать как бы диагностику поршневой но может быть пока рановато то есть я сейчас попробую поремонтировать стартер посмотрю чем там проблема что сломалась а потом уже проверим зажигание и попробую ее завести если будет плохо себя вести тогда соответственно мы с вами проверим карбюратор все вращается все вроде бы хорошо вот я снял стартер снял старте давайте с вами разберем так значит ну снимаю аккуратно вот так вот веревочку вот пружина ослабла сейчас посмотрим так вроде бы все нормально заключается проблема в том что вот здесь вот есть выработка выработка есть небольшая выработка на вот этих вот кулачка я попробую поменять вот эту вот скажем звездочку не звездочку как это назвать звездочку да вот эту вот звездочку сейчас я возьму и попробуем поменять поставим посмотрим если не получится будет те же самые проблемы тогда надо снимать магнита и менять вот эти вот кулачки я взял звездочку звездочка немножко другой конструкции но это в принципе те звездочки которые работают одинаково то есть есть звездочка вот с такими с четырьмя есть вот такая есть то же самое с двумя вы поставим вот такую они в работе абсолютно никакой разницы у них нету то есть они работают совершенно одинаково то есть так сейчас я веревочку переустановлю попробуем с вами обрезал узелок сейчас опалю кончик сюда заведем все уложим очень хорошо туда вовнутрь она нигде ничего не терла не мешало все веревочку я завел так теперь давайте проверим пружину то есть я вот пружину достал и посмотрю то есть нигде ли нету здесь скажем лопнувших частей нет все целое все нормально чуть-чуть вот это можно подогнуть сюда ближе к центру все вставляем обратно на свое место и теперь одеваем саму эту звездочку вот я одел я проверил она все в зацепление сейчас закрою закручу хорошо все это дело здесь должно быть очень хорошо закручено потому что когда откручивается вот этот винт соскакивает пружина если она поджимает очень сильно когда вы хорошо закручиваете когда есть выход взять шайбочку шайбочку и положить ее на вот эту вот тонкую тонкую буквально шайбочку потому что если будет на ослабленном винте он процессе будет откручиваться поэтому самую тонкую шайбочку находим какая есть чем тоньше тем лучше тут зазор должен быть не очень большим вот я взял шайбочку подходящую вот я аккуратно аккуратно сейчас могу надеть в принципе на винт вот этот вот либо положите и сюда я одел на винт мне в принципе и так удобно будет ее поставить все это дело закручиваю то есть между шайбой и осью вот я вставляю вложу еще одну шайбочку сейчас если она прижимает может быть она неправильно легла ну я проверю нет все легло все нормально теперь закрываем нет шайба сильно тонкая поэтому еще раз подберем поставим потолще ну давайте вот такой вот гровер поставим чуть-чуть толще а по диаметру он подходит вот я ложу его сюда надеваю звездочку гровер даже может быть и лучше будет потому что он будет не давать винту откручиваться все отлично теперь закрутим заведем эту пружину значит мы по против часовой стрелки начинаем ее заводить в данном случае по часовой стрелке вот я ее завел придерживаю эту веревку придерживаю верю и постепенно начинаю ее отпускать если вот не до конца намоталась опять вот есть прорезь здесь есть прорезь но в эту прорезь сейчас ее вытянем и опять ее подкрутим на пару оборотов раз два все опять расправили если немножко туго то можно один виток отпустить все это мы сделали сейчас попробуем поставить и проверить как зацепление работает или нет я пока над вами на два винта прикручу так вот я поставил стартер закрутил его все давайте с вами попробуем ее завести может быть никуда дальше лезть не надо то есть заведем попробуем если все нормально работает тогда соответственно и отдадим клиенту в принципе все пила работает хорошо то есть лезть никуда дальше не надо вот проблема здесь была в том что слизались на стартере вот эти вот скажем усики или уни усики там шлицы как назвать я даже не могу то есть уголки вот эти зацепления все в принципе пила работает заводится нормально ремонт получился не такой кардинальный проблем с ней нет сейчас я соберу окончательно то есть поставлю на нее да еще раз я уже ставлю шину с цепью сейчас я вам покажу как правильно ставить это все сейчас я видео уменьшу и покажу вам потому что это тоже немаловажный момент как правильно поставить и как правильно натянуть цепь смотрите как бы ставить цепь и натягивать ее надо вот в этом положении то есть вы одеваете шину смотрите направление по зубам то есть направление должно быть от вас зуба верхняя вставляю вставляем теперь немаловажный момент вот когда вы закроете эту крышку и будете подтягивать цепь немаловажный момент чтобы она вот в таком положении потому что смотрите объясняю почему натягивать цепь тоже надо именно вот в лежачем вот таком положении потому что шина шина на своих вот этих вот направляющих втулках вернее втулках направляющих вот шпильках она имеет свободное движение то есть вверх вниз то есть если вы будете пилу в таком положении натягивается видите посмотрите видите она имеет вид люфт если вы в таком положении будете натягивать как только вы начнете пилить то есть у вас шина поднимется и у вас цепь зажмет она будет как бы перетянута поэтому чтобы правильно натягивать цепь ее надо вот в таком положении и шину немножко на себя вот тогда на ослабленных вот этих гайках вы подтягиваете цепь подтягиваете цепь чтобы она у вас чтобы она у вас при нормальном натяжении цепи при нормальном натяжении цепи она у вас вышла на пол зуба так сказать вот вы когда оттягиваете вот так вот на пол зуба она у вас выходит и вот в таком положении вы зажимаете эти гайки то есть гайки не надо зажимать супер сильно так чтобы сорвать резьбу просто вы вот так вот зажали гайки теперь после того как вы поставили цепь вы ее завели прогазовали если она у вас как бы стала на свои места уже заняла всю свою позицию и немножко прославлен вы откручиваете гайки опять же в таком положении подтягивать вот когда вы начнете пилить вы будете давить на шину то есть на бревну когда вы будете ее поставить эту шину в цепи то тогда у вас не будет зажиматься не будет перетянутая цепь в таком положении натягивается цепь на бензопиле так всем спасибо за внимание в этом видео был ремонт только стартера замена вот такой вот звездочки стартеров все всем спасибо за внимание до новых встреч подписывайтесь на мой канал youtube сам себе бензомат и